Здарова, дружище, это реакция со стрима на Брайана, и поэтому все не совсем как обычно выглядит, и к просмотру. Ну, поехали. Как стать рэкером 2016? Сразу скажу, находите цель какого-нибудь непопулярного ютубера, там вот как Лизка там нашла себе, вот этого от Эву, делайте на него дисс, желательно, чтобы хороший. Если плохой, ну тогда вы лучше поработать чуть больше и сделать дисс получше. И рассказываешь, какое он говно. Вот прям работает вот так вот. Я Оливия Стар, и я вижу по твоим айс, что ты хочешь стать реал рэпером. Ну что ж, Айвона, поздрави тебя, ведь ты попал прямо по адресу. Оливия, когда ты освободишься? Эй, какой-то хейт, бич! Как я и говорю, люблю, когда другим больно. О, спасибо, ты мне как раз на нужный учебник кинула. Итак, первое, что необходимо, чтобы сделать крутой рэп-трек, это смысл в тексте. Ой, не перепутала. Это уметь читать и сочинять. Ой, опять перепутала. Снова непонятно. Ты знаешь, что необходимо, это пердёжный бит. Абсолютно не важно, как звучит этот бит, если в нём нет добротных басов. Ты можешь читать про что угодно. Про любовь, про дружбу, про то, как он начинал снизу. Действительно советует Брайна, потому что вот эта тема действительно правда. Никто не верил, все тебя бросили, перестали общаться. Теперь ты бог рэпа с 10 тысячами подписчиков ВКонтакте. Не важно. И да, you know, как все эти рэперы поют про свою крутую лакшери жизнь, но на самом деле сидят на шее у мамки. Я считаю, что надо петь исключительно правду. Например, как я в своём недавнем хите «Дёти Хея». Я всегда забавляла действительно, как каждый рэпер такой «Я такой-то мохеренный, я и моя банда, мы там всех рубим» и так далее. Сейчас даже смысл не важен. Сейчас не важно, о чём ты поёшь. Там просто берёшь любое слово, любую фразу, которая звучит прикольно. Допустим, там «Подбрось конфетку» и повторяешь. Просто повторяешь. Можешь добавить к этому какие-то дополнительные там фразочки. Вообще не важно. Можешь добавить там что-нибудь, чтобы было. И повторяешь там потом. «Подбрось конфетку», «Подбрось конфетку» и всё. И всем нравится. Главное, чтобы всё повторялось. Тогда это будет мемчиком, тогда это будет запоминаться, тогда это будет нравиться. Советы по рэпу от человека, который не писал рэп. Я шарик. Опять же, он следует моим же советам. Берёшь слово и повторяешь его. В данном случае, друзья. Вот скажешь, не топ-трек? Вообще. Лучше текст года. Итак, шаг на бацю. Ого, ангел. Олег. Ладно. Можешь готовиться к своим. Где у вас золотой свисток? Не знаю, что это. Наверное, что-то для сверхразумов. Так вот. Бляха, ну вот в какой раз я говорю. Какая у него хата классная. Что-то... Шаг номер два. Необходимо создать крутой образный стиль. You know, я живой пример этому. Золотая цепь за 12 тысяч баксов. Очки Supreme за 1700 долларов. Тапки от Versace за 228 евро. Оливия, блин. Сколько раз тебе повторять? Если покупать... Все это насчет Supreme. Вы знали, что есть ломик с надписью Supreme и его покупают за 1000 баксов? Теперь знаю. Если кто-то на Алиэкспрессе или в секонд-хенде, то постирай эту вещь хотя бы один раз. У меня уже блохи завелись. А это пока что живой пример типичного хейтера. На таких надо просто не обращать внимания, you know? Ну или просто... Немного припугнуть. Было бы круто, если бы на этом кирпиче тоже было написано Supreme. И да, кирпич Supreme тоже существует. Не спрашивая меня, какого хрена в этом мире парится. Да ладно, я шучу. Я бы никогда не стала бить людей за просто так. А за хейт можно. Следующий важный аспект, а.к.а. шаг номер 3. Чтобы быть успешным рэпером, у вас должен быть хотя бы один хит. Чтобы создать хит, нужно просто придумать два слова, которые будут заедаться в мозгу у маленьких девочек. И при этом, как будто ты умственно отсталый. Давайте я вам покажу. Типа вот всякий вот этот скрэ и так далее. Будто ты квалкаешь просто скрэ и всё. Я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, я крутая. Не, ну тут да, можно немножечко на тексте поработать. Но в принципе близко к шедевру, близко. Я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, я крутая, круто, крутая. So, yeah. И да, готовьтесь к хейту. Особенно от старшего поколения. You know, они просто не понимают нашу музыку и наш стиль жизни. Они просто завидуют, потому что они не могут делать таких хоккерительных треков, как я. Я не могу, я точнее могу петь про то, что я крутой, а они не могут. Поэтому они завидуют Вот так вот и Вот примерно так это бы выглядело Мам, я тут эту песенку выучила Хочешь спою? Конечно, дорогой, спой Окей, это неплохо Я уже понял Еду в магазин, будучи в Санкт-Петербурге Она жрет мой, как будто это бургер Ну просто талантище Пойду бабушке позвоню, расскажу Серьезно? Серьезно, когда у нас уже есть готовый хит Мы можем смело переходить к шагу номер 4 Да нет, мама, я уже один дома Да, мама, эта сумасшедшая бомжиха В голубой рубашке больше не живет у меня Ладно, все, мама, давай пока Так, послушай сюда Мои мама с папой перейдут через полчаса Так что давай заканчивай тут свои съемки псевдорекерша А лучше спрячься в чулане Ты же знаешь, как моя мама на тебя реагирует А если она еще и в таком образе тебя увидит Да хорошо! Каш, моя мама просто очередной хейтер О, привет! Ну где ты там возишься? О, давно уже мы этого персонажа у нее, кстати, не видели Что, понравилась квартира? Мой сын преступник Кто-то я, но... Стоп, что? И какой банк ты ограбил? Да нет, мам, я же зарабатываю Вот у меня мама никогда так не говорила, она говорила, что за свинарник? Слышал, ты как три года найти работу не можешь, а он у нас зарабатывает, да? Йоу, а мы продолжаем. Итак, шаг номер четыре. Когда у вас уже есть готовый хит, вы можете ездить с ним по городам и давать концерты, зарабатывать money, you know. Но прежде чем это делать, вам нужно потренироваться на публике. Мои фанаты уже собрались в зале, и сейчас я покажу, как это делать. Ну рассказывай, ты хорошо? Наркотики, алкоголь? Да нет. Да нет? То есть наркотики, да, а алкоголь нет? Лучше бы алкоголь был, хотя бы в папу бы пошел. Эй, всем фанатов приветствую! Хай, гай! Ну что, раскатаем этот зал! Что она делает в моем доме? Я пытаю, я пытаю... Я тут стоял Graz AI Я тут стоял Я тут стоял Ты бысы как заставляет Я тут стоял Вот да Для со мной родители конечно разговаривали Мои татуировки Где они Был с рэпером Отстой Йо-йо-йо, гайз, если тебе понравилось Не, ну так-то вот это мне понравилось Вот это мне понравилось, потому что Прям вот, прям вот в точку Прям вот в точку, абсолютно Неплохо И про, ну, этот маленький скетчик Про мелкого ребенка с ее мамой Это тоже круто, тоже мне доставило